Спортсмены взяли в руки вместо клюшек палки. Того требует особое соревнование, которое открыли сегодня в Ханты-Мансийске. Вы когда-нибудь слышали о хоккее на полу? А дети из коррекционных школ в него сегодня сыграли. Это первые старты в рамках специальной зимней спартакиады. Она собрала более сотни участников. Как получилось сыграть вылочной шайбой, расскажет Дмитрий Пришвицин. Трус не играет в хоккей. Уж точно Екатерину Семененко трусихой не назовешь. Она только смотрится на фоне парней, маленькой и беззащитной. За один матч она успела несколько раз сменить амплуа. Была защитником и вратарем. Правда, ее команда уступила сопернику с разгромным счетом 0-9, но настроение от этого не испортилось. Было прикольно, но было немного страшно. Но у Саши меня, они меня прижимали. Кроссовки вместо коньков, по бокам площадки мягкие бортики, а лед заменил ровный паркет. Общее с хоккеем, пожалуй, только название. Шлем, щитки и нагрудник. Держать все это на теле для верности помогает скотч. Шайба в напольном хоккее отличается размером. Выглядит она как бублик, но и, кстати, мягкая. Отверстие посередине необходимо для того, чтобы удобнее было подчеркнуть шайбу клюшкой, которая не имеет пера. Войлочную шайбу лучше получалось гонять у хоккеистов Березовского района. Егор Базилиев не только забросил две шайбы, но и трижды помог своим напарникам. Вместе они наколотили в ворота сургутян девять безответных шайб. Сложность в том, что люди толкаются. В костюмах жарко, невыносимо. А в чем еще сложность? Устаешь быстро и все. С хоккея на полу началась специальная зимняя спартакиада. Спортсменам еще предстоит обогнать друг друга в лыжных гонках и взять реванш на снегоступах. Дмитрий Пришвицин, Александр Шолдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Продолжение следует...